Развитие кубанского казачества на основе богатых исторических традиций давно уже стало свершившимся фактом. Для того, чтобы способствовать этому развитию, большое внимание уделяется подрастающему поколению. Одно из весомых доказательств этого – муниципальный этап краевого конкурса «Лучший казачий класс», который прошел в нашем районе. 16-я средняя школа имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца по традиции стала местом проведения этого интереснейшего состязания. Здесь постарались, чтобы конкурс прошел на высоком уровне. На торжественном открытии звучали прекрасные слова о казачьих традициях – дружбе, товариществе, гостеприимстве. Участников конкурса приветствовали атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко и заместитель начальника управления образования Мария Мачнева. Сегодня глаз радуется от того, что мы готовим юных патриотов, от того, что сегодня вы покажете свою удаль, смелость и находчивость. И, конечно, знание своих и наших общих корней. Удачи вам сегодня. И победит у нас, конечно, дружба. Настоятель храма Александра Невского Дмитрий Алексеев прочитал молитву и благословил участников конкурса. Из своих детей мы воспитываем патриотизм из своей страны, своей Родины. И по отношению к Богу мы совершаем молитву перед началом этого конкурса. Это все помогает нашим детям приобрести любовь к своей стране, любовь друг к другу и хорошими патриотами стать своей Родиной. Кубанское казачество возродилось на почве своей славной истории, где есть многочисленные примеры мужества и служения Отечеству. В приоритете – постоянная забота о молодом поколении, которая приходит на смену ветеранам. Славянское районное казачье общество совместно с управлением образованием подготовили очень большой план совместной работы на текущий учебный год. Одним из таких главных мероприятий, главных событий мы считаем – это проведение сегодняшнего конкурса «Лучший казачий класс Славянского района». «Очень приятно видеть казачат в форме, приятно видеть, как они исполняют команды. И мы надеемся, что на основании таких мероприятий мы формируем настоящих молодых казаков, которые в дальнейшем станут патриотами своей Родины, готовы всегда в любой момент подставить свое плечо». Жюри муниципального этапа конкурса серьезно и объективно подходят к каждому выступлению его участников, чтобы победили действительно сильнейшие. «Когда мы варимся в собственном соку, это одно дело. А вот когда они выходят на уровень хотя бы районный, вот сегодня у нас такой замечательный конкурс ежегодный, и ребята, они посмотрели друг на друга, они оценили друг друга, они посмотрели, к чему стремиться нужно, они подружились, они завязали какие-то новые связи. И вообще вот конкурс очень разноплановый. Знаете, вот в этом году у нас появился новый конкурс, это вы сейчас его видели, это маршировка с песней и без, это очень важно». После торжественной линейки прошел конкурсный смотр строя и песни, который выявил претендентов на победу. Участие в конкурсе повышает творческий потенциал учащихся классов казачьей направленности, содействует их воспитанию и интеллектуальному развитию. Ребята занимаются исследовательской работой, изучая обычаи и традиции казаков. Защищая свой доклад, конкурсанты используют различные источники, расширяют свой кругозор. «Мы участвуем в этом конкурсе уже второй раз, мне очень нравится. Наша школа отлично подготовила и обряд, и игру, мы уже промаршировали. Мне здесь очень нравится, я думаю, мы займем достойное место». Также ребята показывали свое представление о традициях и обычаях казаков и демонстрировали народные игры кубанского казачества. Большой интерес у всех вызвало театрализованное представление, сватовство, крещение ребенка и другие важные моменты из казачьей жизни. Все это послужило источником вдохновения конкурсантов. Юные артисты с энтузиазмом воскрешали на сцене подробности старинных обрядов. «День для мечания у родителей жениха и невесты пекут шишки. Это небольшие круглые хлебы, украшенные рожками конической формы, сделанными из теста. Шишек пекут столько, чтобы гвозило для каждого». По итогам конкурса первое место в номинации шестые и восьмые классы заняла команда шестнадцатой школы, а среди девятых и одиннадцатых классов не было равных сорок восьмой школе. Юные славянцы, воспитываясь в духе патриотизма, продолжают эстафету своих отцов и дедов. Андрей Вишневский, Станислав Борбыко, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok